Это программа День города в студии Дины Исляева. Здравствуйте! В начале главные темы выпуска. Часть закрылись, остальные судятся. Первый итог проверок детских развлекательных зон в торговых центрах. Отремонтируют трассу. Лыжероллерный спорт в Рязани выходит на новый уровень. В Рязани появится музыкальный фонтан. Его установят у нового ЗАГСа на Московском, который пока еще в проекте. Владелец клуба «Хромая лошадь», в котором сгорели более 150 человек, вышел досрочно на свободу. Напомню, осужден он был на 5 лет. После еще одной трагедии пожара в торговом центре «Зимняя вишня» прошли проверки всех центров, где есть развлекательные и детские зоны. В Рязанской области таких более 300. Многие из них нарушения пожарной безопасности устранили. Некоторые закрылись, а есть те, которые продолжают работать, несмотря ни на что. Закрыт с 28 мая, значится на табличке. Детский центр «Джунгли» в торговом центре «Арта» – единственный в Рязани, по которому решение суда пока не принято. Детский развлекательный центр «Джунгли» находился на третьем этаже, что противоречит требованиям законодательства, в том числе и о пожарной безопасности. В этой связи прокурорам было направлено исковое заявление об устранении этих нарушений и о запрете деятельности именно этого центра на третьем этаже торгового центра. В настоящее время иск не рассмотрен, поскольку определенные были моменты с подсудностью этого гражданского дела. Но надеемся, что в ближайшее время он уже будет рассмотрен и будет принято законное решение. Еще один иск к детскому миру. Сейчас в нем фактически работает только первый этаж с магазинами. Лестница на верхнем этаже, где находилось кафе и развлекательный центр, перегорожена баннером. У них имеется нарушение пожарной безопасности, требования практически не исполняются. Поэтому им предоставлено было по решению суда устранить эти нарушения в течение определенного времени после вступления в законную силу этого решения. В данный момент ответчикам также обжалуется решение суда. После трагедии в Зимней Вишне прокуратура провела проверки во всех торговых центрах региона. Было выявлено более 700 нарушений. Более 200 человек привлечены к дисциплинарной ответственности. В суды поданы более 30 исков. Большинство торговых центров постарались нарушения исправить, чтобы продолжить работу. К ним относятся Барс и Премьер. В Премьере детская игровая зона так и осталась на верхнем этаже. Хотя, если верить публикациям в российской газете, еще 1 сентября 2009 года в стране начал действовать СНИП, утверждающий правила размещения детских комнат. Они должны быть не далее 20 метров от эвакуационного выхода и находиться не выше второго этажа. Ясное дело, если создаешь площадку, должна какая-то безопасность, правильно? Я так думаю, чтобы не было таких сейчас и случаев, как у нас было недавно в России. Давно пора уже убрать их оттуда. Сколько, может, случаев таких было уже, когда самое происходило. Убирать надо. Я считаю, что нет, что это запрещено. Как говорится, сколько уже произошло этих случаев, и должно это, как говорится, дать понять, что это нельзя делать. Скорее всего, не смог работать в новых условиях еще один центр. В сети появилось объявление о продаже кинотеатра «Малина». Официальная причина развития ТРЦ требует больших затрат. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Музыкальный фонтан появится в Рязани. Его построят на площади перед зданием бывшего кинотеатра «Москва». Работы по реконструкции уже ведутся на месте, побывала Мария Рудая. Совсем скоро на этом месте появится музыкальный фонтан. Согласно паспорту, объект сдадут уже в этом году, 22 сентября. И тут возникает некий диссонанс. Красивое, благоустроенное место. И рядом, прямо напротив, полуразрушенное здание бывшего кинотеатра «Москва». Фонтан в конце месяца может из-за работы того до открытия нового ЗАГСа еще далеко. Педагог с 40-летним стажем Галина Иванова открытие фонтана ждет с нетерпением. Она проходит по этой дороге каждый день с работы. Учитель истории и общества знания с ужасом наблюдает, как здание напротив все больше разрушается. Очень грустное зрелище. Очень жаль, что в такое состояние превратили кинотеатр. Мы с грустью обходим это здание. Это здание стало местом социального поведения подростков. И очень боязно в вечернее время здесь проходить. Порой из школы поздно иду или после родительских собраний. Я вижу здесь молодежь. Они занимаются неприличными вещами, всякие безобразия, окна выбитые. Это, конечно, их рук дело. А между тем, 3 сентября общественности представили проект нового ЗАГСа. Там сказано, что дворец бракосочетания откроется уже летом следующего года. Рядом появится парковка на 20 машиномест, небольшой сквер и фонтан. На реконструкцию планируется потратить 70 миллионов рублей. Также было отмечено, что сейчас участок, на котором расположен планетарий, находится в зоне скверов. И его хотят перевести в зону обслуживающих и прочих деловых объектов. Подобные изменения в генплане обсудят на публичных слушаниях. Пока проект согласовывают и додумывают, жители города задаются вопросом, когда же начнется работа. Это ужасно, конечно. Можно было с него начать. Безобразие, потому что давно уже стоит, хоть что-то бы сделали бы. В принципе, наверное, можно что-то. Может, развлекательный центр какой-то, может, для ребятишек что-нибудь бы сделали. Ну, я как бы коренной резанец, поэтому, естественно, с детства ходили за мультики смотреть. Насколько я знаю, здесь будет ЗАГС. Может быть, и ЗАГС хороший построят в нашем городе. В отличие от здания бывшего кинотеатра «Москва», фонтан начали реконструировать оперативно. Хотя некоторые жители жалуются в интернете на шум. Нас строители заверили, работы на этом объекте заканчивают не позднее 19 часов. Чаще всего в 18 уже тихо. К тому же проект обещает быть действительно грандиозным. Подобных фонтанов в России можно по пальцам счесть. Фонтан действительно там, он необыкновенный. Необыкновенный в том, что он музыкальный, там, с подсветкой. Люди будут приходить там отдыхать. А самое главное, детишки, он будет сочетаться вместе с благоустройством. Они там под этим струем бегать будут, там, играть все остальное. Ну, просто представьте, как это удобно будет и красиво. Согласно проекту, музыкальный фонтан состоит из 129 динамических струй. Здесь будет 8 контуров неповторимых водных фигур, 5 режимов работы. Музыкальный имеет 15 мелодий. Детский игровой, здесь предусмотрены низкие струи с плавным изменением высоты. Статический и два динамических режима с быстрой и медленной сменой струи. Высота водной картины будет подниматься от 1,5 до 12 метров. Первоначальная стоимость проекта составила 79 миллионов рублей. И здесь у некоторых рязанцев возник вполне логичный вопрос. Почему реконструкцию начали именно с фонтана, а не со здания напротив? Ответ очень прост. Фонтан делает администрация города, а здание бывшего кинотеатра Москва находится в ведомстве региона. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рейд по тонировке провели сотрудники ГИБДД. Почему люди продолжают затемнять передние стекла, несмотря на закон, выяснила наша съемочная группа. Так, Андрей Константинович, сейчас замерим ваше переднее левое стекло. Посмотрим светопропускаемость. Светопропускаемость должна составлять не менее 70%. Однако прибор показывает чуть более 5%. Придется составлять протокол. За 15 минут рейда на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Павлова Сотрудники ДПС остановили более 10 машин. Нарушители вину признают. Жарко очень на улице, поэтому затонировался. Сейчас придет зима, растонируется. Ну, очень светло, потому что... Как бы и знакомые есть, поэтому бесплатно заклеил. Вот сейчас буду снимать. Я не делал так нормально. Так на лево поворачивание, видишь. Лучше так, да? Чисто видно. Рейды по тонировке проводятся несколько раз в месяц. Ежедневные нарушения отслеживают патрульные автомобили сотрудников ГИБДД. В этот раз на место одновременно выехали 5 экипажей госавтоинспекции Рязанской области. В случае выявления таких нарушений водители будут привлекаться к административной ответственности по части 3.1 статьи 12.5 КОАП РФ. Данная статья предусматривает наложение административного штрафа в размере 500 рублей. Затонированное стекло ухудшает видимость, особенно в вечернее время. Это может стать причиной ДТП. Также с затонировкой сложнее опознать преступников. Поэтому к таким автомобилям на дороге приковано повышенное внимание сотрудников ГАИ. Нарушителям предлагают оплатить штраф, а также снять пленку на месте или в ближайшем сервисе. Но лучше не делать ее вовсе. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Закрыть, чтобы избавиться от неприятного запаха, речку Дунайчик, протекающую рядом с центром уличного спорта под мостом, спрячут под крышу, чтобы спортсменам не мешал неприятный запах заболоченного водного объекта. О том, как идут работы в нашем следующем сюжете. Мы находимся прямо у реки Дунайчик. В народе ее называют «вонючка». Действительно, здесь аромат стоит просто непередаваемый. В трубы загонять реку не будут. Ее накроют вот таким деревянным настилом, который сверху присыпят землей. Река, хоть и источает запах, здесь все же сохранилась своя флора и фауна. Раньше это была небольшая луговая река, берущая свое начало в заливных лугах северных окраин города. После того, как в 68-м году прошлого века построили мост через Аку, Дунайчик оказался разделен на две части. В результате северная часть, как раз та, которая протекает в лесопарке, лишилась значительного объема воды. В итоге сильно обмелела и заболотилась. Процесс усугубило строительство вдоль реки северного обвода окружной дороги. Молодежь в большинстве своем даже не слышала названия реки Дунайчик. Оно, кстати, в разные годы тоже различалось. Сначала это был Дунай, потом Дунайц и, наконец, Дунайчик. Старожилы города еще помнят небольшую речушку. Протекало на ручей там все. Тут поля были. А Дунайчик тек, он был, здесь вода была. А сейчас вот нету. Сейчас Дунайчик накрывают специальные крыши. Причем работы ведутся в том месте, где построен центр уличного спорта под мостом. Чтобы неприятный запах не мешал тем, кто приходит заниматься. Мнения рязанцев по этому поводу разделились. Кто-то говорит, давно пора. Очень пахнет. Другие – иного мнения. Ну, здесь вот такая вонючка стоит. Я не знаю, такие гроздиозные сооружения. Вход такой помпезный. Зато пройти здесь нельзя. Такая вонь стоит. Я хочу сказать, что речки, которых осталось так мало у нас в России, не загонять в трубы, а очищать. И, наоборот, их защищать от нас уже, от людей. В Рязани уже есть примеры, когда реки скрывали под землей. Например, большая часть реки Лыбец сейчас находится в подземных коллекторах. Мария Руда и Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». Лыжероллерный спорт в Рязани выходит на новый уровень. 30 августа министр спорта региона Сергей Икряников сообщил, что трассу, где занимаются и этим видом спорта, отреставрируют. Как тренируются спортсмены сейчас, расскажет Валерий Седов. Роликовые лыжи скользят по асфальту, словно по снегу. Профессиональные спортсмены говорят, что они отличаются как по внешнему виду, так и по ощущениям. Например, устроены роликовые лыжи так, что не дают человеку откатиться назад. Различаются они и по ширине самих колес. Александру Табакову 16 лет. Занимается лыжероллерным спортом всего два года, но уже получил первый взрослый разряд. Тренируются, как и все, в секции практически каждый день на единственной предназначенной для этого трассе. Расположена она в мемориальном парке и построена в 2001 году. За долгое время асфальт пришел в негодность. Есть трещины, в которые фактически помещаются колесики от роллеров. И если наехать, можно упасть с горки очень хорошо. Также иногда здесь идет пласт на пласт, такие небольшие трещины, и не совсем комфортно кататься. Ноги трясутся. Можно неопытному человеку, кто недавно стал на роллеры, упасть и повредиться. Идею создать в Рязани лыжероллерную трассу предложил Анатолий Бирюков. Дорога, которую построили 17 лет назад, существует и по сей день. На мемориале здесь у нас есть и лыжная трасса в 5 километров, в которой мы зимой и тренируемся, и соревнуемся. Также здесь 3 километра освещенной трассы. Вот вон они у нас находятся. И 1 километр лыжероллерной трассы. Мастер спорта международного класса по лыжным гонкам сейчас тренирует подрастающее поколение. Всего в секции около 60 спортсменов, которые становились призерами областных и всероссийских соревнований. Правда, последние несколько лет упор делается именно на лыжи. По словам Анатолия Бирюкова, из-за того, что трасса с каждым годом становится все хуже, тренироваться на ней опасно. Сами занятия проходят почти каждый день, выходной только в четверг. Тренировки бывают как кроссовые, так и на самих роликовых лыжах. Вот только раньше, по словам спортсменов, с инвентарем занятия проходили куда чаще. Причина все та же – кататься по лыжероллерной трассе, занятие рисковое. Вместе с Екатериной Полтко, призером городских и областных соревнований, наша съемочная группа прошла по обычному маршруту спортсменов. Кочки, трещины и вздутый асфальт – все это встретилось на нашем пути. Вот мы на самой трассе, вот какие здесь проблемы? Здесь есть много трещин. Вот одна из них. Самая глубокая, наверное. Она находится практически на середине дороги. Здесь сюда может легко попасть колесико от троллера, и человек упадет, получит травму. Вместе с Екатериной мы насчитали около пяти трещин. Сколько их всего, неизвестно. И если на прямых маршрутах объехать их труда не составляет, то на крутых поворотах справиться уже тяжело. Из-за подобных проблем в соревнованиях по роликовым лыжам Рязань уже несколько лет не выставляла своих спортсменов. Тренироваться практически негде. Однако раньше ребята показывали хорошие результаты. 30 августа 2018 года министр спорта Рязанской области Сергей Крянников сообщил, что вскоре трассу отремонтируют и расширят, а также продлят на километр. К тому же будет установлено дополнительное освещение, а вход оборудуют теплыми раздевалками. Поэтому кто знает, каких успехов в будущем могут добиться эти юные спортсмены. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Бассейн «Буревестник» возобновил работу после летних каникул. К новому сезону здесь освежили ремонт в раздевалках, холле и обновили бойлерную, в которой нагревается вода. Перемены оценила Галина Кудряшова. 32 градуса. Такую температуру воды поддерживают в малой чаше для малышей. В бассейне дома физкультуры «Буревестник» они могут заниматься вместе с родителями уже с четырех месяцев. Для Елены и Киры Максименко это уже третий сезон. Мы сейчас учимся плавать. То есть до этого мы учились не бояться воды, нырять учились. Сейчас мы учимся уже более активно работать руками и ногами, чтобы уже ребенок сам понимал, как ему нужно двигаться на воде. Плавание с ранних лет помогает развивать иммунитет и комплексно оздоравливать организм. Оно улучшает осанку и работу легких прокачивает мышцы. Работаем с каждым ребенком. Смотрим, с какой базы он пришел. Кто-то умеет уже плавать, кто-то не умеет. Задания, соответственно, даются уже их физическим способностям. И поэтому с маленькими совсем детками работаем в бассейне «Малыш». Кто уже постарше, примерно с 7 лет, со 20 сантиметров работаем в большом бассейне. 25 метров в длину. Глубина колеблется от 1 до 4 метров. Вода абсолютно безопасна. Она очищается так же, как питьевая, с помощью гипохлорида натрия. Занятия в бассейне проводят опытные инструкторы. А дополнительное оборудование позволяет заниматься не только эффективно, но и интересно. У нас можно научиться всем спортивным способам плавания. Вот это кроль на спине, брас, ботерфляй или, как все знают, дельфин и кроль на груди. Бассейн «Буревестник» тесно сотрудничает со школой Олимпийского резерва «Олимпиец». Поэтому самые талантливые ребята имеют возможность продолжить занятия плаванием на профессиональном уровне. 3-4 раза в году мы проводим разные соревнования. Для начинающих, кто может проплыть 25 метров и уже потом на результат. И они в спортивную школу уже приходят, уже разрядники. Специальные условия действуют и для родителей. В Доме физкультуры «Буревестник» предусмотрена система скидок для тех, кто приводит на занятия будущих чемпионов. Мама и папа могут плавать на соседней дорожке, проводя время ожидания с пользой для тела. Стоит отметить, что новый сезон в Доме физкультуры «Буревестник» начался 1 сентября. Пока людей немного, однако запись расписана на месяцы вперед. Гостей здания бассейна встречает обновленным. Ремонт сделали в холле, раздевалках, бойлерной и медицинском кабинете. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Каждый снимок – произведение искусства. Лайт-пеннинг, сечение фотографий – новое, но уже вовсю набирающее обороты. Как рисовать светом и что отличают снимки рязанского фотографа Артема Тузова от других авторов в нашем следующем сюжете. Артемий Тузов – один из тех, для кого фотография – настоящее искусство. Он снимает необычные ночные пейзажи, используя прием рисования светом и цветовых контрастов. На первый взгляд, заурядные дневные ландшафты на снимках фотографа преображаются до неузнаваемости. Любимые места Артемия – заброшенные здания, поля, леса и водоемы. Фотограф рассказал, у ночной съемки есть свои особенности. Кадр делается не за какую-то там долю секунды, как все мы привыкли. То есть ночью кадры делаются достаточно долго. Камера делает кадр на протяжении 25 секунд. И за эти 25 секунд можно что-нибудь изобразить на земле, в воздухе. То есть можно взять фонарь и начать ему вот так вот рисовать какие-то там рисунки, что-то такое изображать. И когда кадр будет сделан, вот эти вот световые следы, они будут запечатлены. По словам фотографа, он не первый, кто стал использовать в своих работах подобные световые элементы. Лайтпейтинг, то есть рисование светом, прием не новый. Им пользуются некоторые зарубежные фотографы. Но в России это направление только начинает развиваться. Артемий – один из первых, кто стал фотографировать ночные пейзажи в нашем регионе, тем более рисовать на них светом. Для того, чтобы создать рисунок в темноте, необходимо специальное оборудование – штатив, камера, вспышка и, конечно же, главные элементы – фонарики или светодиодная лента. Иногда требуется заморозить, так сказать, объект съемки, когда, к примеру, на улице сильный ветер, и этот объект, к примеру, подсолнух, шатается там в разные стороны, и нужно, чтобы он был не смазанный. Для этого уже используется внешняя вспышка. Она подсвечивает на долю секунды. При этом Артемий уверен, чтобы сделать красивую фотографию, профессиональное оборудование не нужно. По его словам, пять лет назад он сам начинал с самой обычной недорогой камеры. Главное – это идея и особое видение фотографа. Анна Малистова, Игорь Клотов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv и в группах в социальных сетях. Я с вами на этом прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok